Много вина, мало ума. Привет, я Даша. Рассказываю. Прочитана за месяц, август 2014. Прочитала я третий том Солженицын, Архипелагу, Лак. Об этом есть отдельное видео. Ссылку я оставлю. Также прочитала Славу С. Называется книга Ева. Слава С. блогер. У него на ЖЖ есть блог. Я все собиралась на нее посмотреть, но так и не дошли у меня руки. И Ева, безусловно, книга очень успешная, очень удачная. Там безумно много юмора. Знаете, когда я училась в институте, у нас был предмет психологии маркетинга. И нам преподаватель, очень талантливый, как и специалист своего дела, так и подаватель. Не знаю, что молодая. Она сказала, когда мы проходили рекламу, что смешные рекламы с юмором, они наиболее успешны, нежели чем остальные, но они ей очень быстро надоедают. В этом их недостаток. Так вот, Ева, она как смешная реклама. Там слишком много юмора. Это действительно очень смешно, у человека очень талантлив. В юморе, но его перебор. Я читала там очень увлекательный сюжет, и несмотря на это, я читала короткими урывками, потому что слишком много юмора, правда. Я удалила все его книги, которые у меня были, и Вильтона Читалки, не потому что он не мой автор, не потому что мне не понравился жанр, или его язык, или его слог. Масл Матлин сказала, слишком много юмора, я столько не оселю просто, поэтому я остановилась на этой книге, и дальше, пожалуй, двигаться не буду. Как блогера, я его, возможно, буду читать, хотя я еще не просматривала его уже же. Но с книгами я завязала. Итак, о чем же книга Ева? А, еще хочу подметить, что-то он слишком помешан на женщинах. У него на каждой странице буквально упоминание, что у каждого мужчины должна быть отвертка длиной в 25 см. Мне кажется, Фрейд данному автору бы очень порадовался в качестве пациента. Что касается книги, попытка от ваг не вернуться. По сюжету мужчина, разведенный уже, который занимается рекламным бизнесом, влюбляется в эстонку, кажется, она была эстонка, ну, в общем, из Прибалтики, которая приехала в Санкт-Петербург на несколько дней. Судьба их столкнула, и он влюбился по уши. Она быстренько уехала, обрядно, он ломанулся за ней. Скажу сразу, это не бабский роман, не женский, не розовые сопли, как любят иногда выражаться люди. Это увлекательное чтиво. Вот я не знаю, как мужчины отнесутся к подобной книге. Я думаю, женщинам очень понравится, по крайней мере, я в восторге. Следующая книга очень такая спорная, у меня не мнение. Питкевич, автор у нас, Тамара, «Жизнь, сапожок, не парны». Ох, боюсь, те, кто не согласятся со мной, захотят меня сейчас ослать в гулаг, расстрелять. Ну, я бы ей не поставила бы ни пять, ни четыре, скорее, три с плюсом. Это гениальное повествование, у автора, безусловно, талант к слову. Это просто неиспоримо и не обсуждается. Речь идет, это автобиографическая книга, и речь идет об девушке, ну, самой Тамаре Питкевич, да, правильно? Чье детство пришлось на 30-е года, когда всех подряд просто арестовывали, и соответственно, ее жизнь выпала на не очень благоприятный период страны, скажем так, ее отзарестовывают, ну, и так, в общем, родин народа, и она рассказывает о своем опыте, вот таком. Первая четверть книги очень занимательная, я просто глотала ее, вообще, на самом деле, начала читать ее случайно. В моем, так сказать, загруженном дне образовалась окошка, буквально в 5-10 минут, я просто достала литерную книжку, которая у меня всегда с собой, методом случайного тыка открыла, вот это я тыкнула очень удачно, я хотела прочитать буквально 5-10 страниц, начнула, когда я прочитала уже 55-ю страницу, потому что затягивает очень сильно, очень увлекательно, но дальше, когда я прочитала первую четверть, она рассказала, как она попала в ГУЛАГ, так уж вышло, что я эту книгу читала сразу после Солженицына, и по сравнению с ней, мы все поняли фразу, все познаются со сравнением, по сравнению с ней часть книги, посвященная ГУЛАГу, вышла чуть ли не пресной. Это, безусловно, очень интересно на все описывает, свой опыт рассказывает, это тоже впечатляет, как и Архипелагула Солженицына, но не хватает приправы, слишком плесновато, плесновато, такое диетическое описание подобного опыта, скажем так, ни мяса, ни соусов, ни соль, ни перца. Но все равно интересно, я вот не знаю, как бы я восприняла, не читая Солженицына, или хотя бы не будет впечатление столь свежи, и думаю, мне бы очень понравилось, но на фоне Солженицына я не удалось его догнать просто. Книга, безусловно, очень попытная, рекомендую, единственный недостаток, который я не нашла, очень себя автор любит. Она, по ее словам, ее любили абсолютно все мужчины, даже те, с которыми она хотя бы раз поздоровалась, все, 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 любовь на всю жизнь, предложение выйти замуж, заверение вечной любви. Ладно бы, если бы это касалось сюжета. Это в некоторых местах оно и касается, но она упоминает об этом просто на каждой странице, хотя это и не имеет отношения к сюжету. И это не может не привлекать внимания, и от этого становится немножко такой осадочек. Вот. Безусловно, очень себя любит автор, ну, и это хорошо, лучше перелюбить себя, чем недолюбить. Как-то это прозвучит, реально не совсем правильно. Ну, ладно, у меня сегодня педаль с русским языком. Поехали дальше. Женщина из пятого округа, Дуглас Кеннеди. Очень интересное чтиво, оно такое, дойдет немножко детективной линии, но это не детектив. мужчина, который понахватал проблем в своей жизни в Америке, живя, бежит от своих ошибок во Францию, в Париж, он всегда туда уехал, хотел уехать в творческий отпуск, он прекрасно знает язык, и выясняется, что он сбежал от одних проблем, чтобы заполучить другие. Мы все помним это книга из-за зряда тех, которую читаешь, считаешь, думаешь, понимаешь ее, понимаешь сюжет, понимаешь автора, думаешь, что книга об одном, а в последней четверти оказывается, что ты вообще в этой жизни ничего не понимаешь, чего уж там о книге. Там такое происходит, удивительное, поражающее, и больше в плохом смысле. Вот именно впечатления происходящего прямо такие, что нет, не может быть, я сейчас проявляю, да, актрисой не быть. То есть шокирует, шок. я очень рекомендую, увлекательный сюжет, прекрасный слог. Эта книга словно незаметно так тебя вроде старается обнять, и ты сама не замечаешь, как оно тебя поглощает моментально, одним махом, все, дыши тебя нету. читать. Почему люблю подвигивать в камеру. И последняя книга расвалила мне мама Фенни Флэг, комментаторы подлили масло в огонь, я прочитала повесть «Рождество» и «Красный кардинал». Этокая деревенская писательница, в хорошем смысле слова, потому что я начала у нее читать «Зеленые помидоры», и опять замечаю тенденцию, что она пишет о жителях небольших городков, постепенно раскрывает характер каждого персонажа, его историю собственную, а потом сталкивает их губами, и получается какая-то история такая очень занимательная, обаятельная, в которую ты влюбляешься. И вот это «Рождество Красных кардинал» это просто очень добрая сказка, которую бы я рекомендовала читать именно в зимнее время города, ближе к Новому году, вот такую, потому что настроение оно создаст, какое нужно. я нахожусь, находилась в прошедшее время, но у меня чтение в таком немножко угрюмом состоянии духа, я прям читала с детскими какими-то вот этими глазками оленями, трогательными, которые так ми-ми-ми, то есть у меня вот такая вот была реакция, конечно, это что-то уникальное, волшебное, теплое, доброе, родом из детства, что-то такое, это как вот знаете, дом, за окном идет синей, такой добрый, не метель, мягко оседает, какое-то вечернее время суток, там сумерки, сидишь у камина, на полу, ну, не посидеть на полу, может, понравится кресло-качалка, не знаю, укрытый в плед, тебе так хорошо и уютно, все замечательно, ты закутан в плед какой-то красивый, очень теплый, ешь при этом какой-то домашний, абсолютно вкусный, только-только из печи пирог, вот такое ощущение остается на душе после прочтения вот этой книги Фэнни Флэг, Рождество и Красный Кардинал, что-то мне сегодня все наедит зарязно, я просто 7 часов не ела, ну, на этом все, всего вам хорошего, тебе хорошего, тебе отлично, да-да-да, и пока до скорых книг, мне кажется, мне снимался штатив, он что-то совсем скособочился, ну, ладно, будет такая, изюминка, забыла показать одну книгу, мама не вспомнила, и обнаружилась у ее родной сестры на 1959-го, да, года издания, называется Домоводство, я ее уже начала реанимировать, хочу еще уголки сделать, но полностью обложку заменять не хочу, потому что здесь кто-то написал зеленой пастой домашняя работа, да, нормально, здесь абсолютно все по домоводству, начиная от того, как строить дом, как обустраивать там комнаты, ну, строить и огород, где, что как располагать, и заканчивая, как доить корову, там, как ухаживать за пчелами, то есть абсолютно все здесь есть, и воспитание детей, и по уборке советы, и по кулинарным лицам, о чем говорила, мы видим схему дома частного, большой дом, там, несколько, по меч, там, на две комнаты, такое вот, абсолютно все, 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 с огромным довольствием ее прочитала, отличная книга, сейчас таких уже не пишет, ну, все, теперь точно, все, пока, пока, не забывай, насколько книг, ммм,